На турнирах участвуют спортсмены из Армавира и Сочи. Среди шортрекистов есть как новички, так и профессионалы. Мадлен Миносян в этом спорте только год, но результаты уже впечатляющие. По итогам первенства края в ее возрастной категории, 10-летняя Сочинка заняла первое место. И сейчас будет подтверждать статус лидера в группе А на первенстве города. Сейчас я стремлюсь подтвердить второй взрослый, свой разряд, и, конечно же, быть первой. Сначала идет четвертьфинал, потом полуфинал и финал уже. И отбирается вот в А финал есть А и Б финал. В А отбираются самые сильные. Первый старт для Мадлена 4,5 круга был удачным. Выиграла она и дистанцию в 300 метров. Ребята, участвовавшие в первенстве края, преодолевают расстояние побольше – 500 метров, километр и полтора километра. Результаты фиксируются как в многоборе, так и в личном зачете. Стоит отметить, что принимать соревнования по шортреку в Краснодарском крае может только Сочи. Тренировочная арена Федерального спортивного центра «Югспорт», отмечают специалисты, предлагает самые хорошие условия для спортсменов. Это единственная база, которая подходит под развитие и по технике безопасности этого спорта. Вот в Армавире такая же проблема, что нет матов, катаемся в жёстких бортах, что очень много травм. Наличие мягких бортов по периметру льда просто необходимо, ведь шортрек – технически сложный вид спорта. Спортсмены проходят на скорости крутые повороты и часто практически параллельное ко льду положение тела конькобежца приводит к падению. Дистанции, которые проходят шортрекисты на этих соревнованиях, самые скоростные. 500 метров, например, преодолевают минимум за 50 секунд. Кстати, чемпионы краевого и городского состязаний определятся 18 марта.